так собралась 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 в магазин и у нас сегодня за много дней принципе дает дождь это уже закончился у нас написано что 90 процентов дождя и ночью был дождь вот и цветы мы посадили этот подсолнух его 10 герани белая красная он там в конце 1 розовая и в горшках домой я потом занесу на зиму горшочки посадили одну белую одну красную и вот ту розовую занесу домой на зиму распустились у нас розы обалденный такие розы обалденные цвет тоже белый красивый но пахнет он отчаянным запахом не нравится мне больше всего нравится вот эти розы два куста розовые запах обалденный обалденный был камера так не передает до такой цвет у нее поярче чуть-чуть самый красивый вот и холодно вчера было еще жарко еще вчера загорала а сегодня уже холодно и чуть не сказала морозно вот привычная для нас одежда уже пошла ход ну надеюсь это еще будет у нас любимый мой плащ такой давным-давно покупала гриваясь ванта у меня такой удобный и это вообще и вот пусть он у меня живет подольше не хочу с ним расставаться карманы удобные и особенно вот в поездке когда в самолет идешь очень удобно большие карманы сюда можно заложить положить и свободный никаких приталенных линий которые я не люблю люблю такие вот фасончики посвободны чтобы они были такие не сковывающие не сковывающие движения заказала себе шампунь оттеночные девочки все мне говорят тебе хорошо с отросшей стрижкой но мне не нравится мне не нравится то что мне неудобно я всегда для меня это первую очередь комфорт вот если мне в глаза вот это вот все лезет все не это раздражает жутко поэтому и мне нравится не красить волосы не красить мне нравится моя седина и все это сейчас в тренде очень короткая стрижка и седые волосы поэтому я купила оттеночный шампунь и буду стричься правда еще не уверена не так коротко я буду стричься как вот в прошлый раз до этого стриглась как многим не понравилось конечно ну не и самой не очень вот но стрижка будет не будет так все это длинно так что еще хотят сказать еду в магазин ладно а у нас туда в понедельник я иду на работу нас вызвали все уже у нас открывается постепенно и нас уже вызвали на работу будем ездить я очень рада этому меня спросили хочу вы никуда не ездите в такую хорошую погоду все по саду и по саду своими машина паркуется напротив прям ворот соседи смысле выезжаю из-за нее все время задом приходится заезжать домой чтобы выезжать передам иначе 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 вот почему мы не ездим никуда у меня муж он домосед ему дома хорошо вот и чтобы вытащить мне надо всю жизнь я прикладываю силе если я не 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 спланировала они заказы там не захотела все не сделала все не просмотрела не подготовила то мы сидим дома вот поэтому и сидим а почему мне не охота почему я не планирую почему я не никуда не выезжаем не хочу выезжать почему потому что честно говоря мне уже ездить по англии так надоело вы даже себе не представляете даже красота она надоедает да есть красивые очень места и даже в манчестере есть места очень красивые это прям вот райончики иногда заезжаешь прям ох какая красота но та же красота она надоедает вот поэтому не хочется никуда и то одно то другое и потом у меня много дел в интернете я занимаюсь то тем то этим вот и у него сад любимое занятие хобби и вот и сидим уже как старички вчера кстати поехали вчера я вы переключу вас вот вчера мы поехали поехали куда глаза глядят как обычно мы делаем как обычно когда выезжаем когда я ничего не спланировала и никуда не захотела вытащила думаю ну может он какую-то идею подаст но идей всегда у него мало скудно с этим вот и я говорю ну чего куда поехали не знаю куда ну все сели в машину поехали посмотрим какие войти и очереди счет по телевизору показывает там прям сумасшедшая очередь ну поехали дайте и доехали ну а потом куда глаза типа глядят ладно поехали доезжаем до икии а там видимо тоже как и в любых магазинах время от времени то очередь есть то ее нету ну и приехали там не особо то очереди какой-то какая-то была ничего так особо вот но не захотели мы вовнутрь идти потому что ночью ходить по этой айкии когда ничего определенного не надо это просто день убить потому что там очень много можно долго ходить вот не зашли в айкии ну и потом с ним скучно по икеям ходить потому что он бежит торопится ничего не дает посмотреть ну короче вот уехали куда поедем ну поехали какой-то парк поехали приехали в парк едем в парк какой-то центр там по дороге такой растений растения продают на посадку свернул туда я говорю я туда не пойду иди посмотри сам я грамм не эти цветы уже вот просто я говорю любая красота она надоедает когда слишком много и и часто куда мне встать что что нет паркинг посмотрю может быть свободные места потому что мне надо в дальнюю сторону ну и так вот и не пошли в этот цветы смотреть поехали дальше доехали это до этого парка я видео поснимала не знаю здесь ставлю ли раньше поставлю это видео ну скучно вот походили ну да природа до красиво все да там что-то я поснимала вот но все одно и то же все одно и тоже прям вот одинаковое везде как говорится озеро лес вокруг там лодки плавают все все такое наверное может мы не умеем конечно отдыхать вот с этим я согласна мы все время нам что-то надо по делу все что-то нам надо как-то все спланировать ну еще короче не умеем расслабляться наверное скорее всего потому что люди люди приехали туда сейчас про и запракуюсь да расскажу как-то все эти вещи надо двинуться люди значит туда приехали и там много места очень большой парк вот и они как бы взяли с собой берут собой как на пикник приезжают берут собой подстилки там где-то столики там правда были где сидеть это хорошо не везде так бывает вот и люди берут с собой еду напитки и вот с детьми там собаками с подругами там располагаются и балды солнце жарко и это вот на открытом месте это ну но реально как бы некомфортно сидеть не пляж зонтиков нет вот и поэтому ну мы мы с собой взяли что-то поесть но нам не захотелось мы также саду можем прекрасно у себя посидеть и в ком более комфортном месте для нас вот и походили так посмотрели но я говорю вот мне скучно уже все это потому что все одно и то же даже зимой вот я ездила на новый год к лини туда на юг не впечатляет уже нет таких вот эмоций потому что все уже приелось честно говоря вот на пляж не поехали у нас тут пляж шикарный рядом как ряда минус 40 всего до берега вот и там обалденный пляж песок широкий он такой все но он он как сказать дикий пляж ну ничего там нет вот и там еще приливы отливы воды и вот ты приезжаешь ну обычно хоть ты рано утром там хоть во сколько там ну конечно расписание можно смотреть на она почему-то возвращается под ночь и ночью бывает а утром она уходит вода и это приезжаешь голый этот мокрый этот дно и этот песок большой пляж и мы несколько раз мы почти каждое лето в принципе туда ездим мы полежишь на пляже по загораешь также я загораю дома и и лежать там вот просто на пляже возле даже и море то нет смысле воды нет но она ушла уже тоже не хочется не покупаться если покупаться можно было да вот какой-то другой берег найти но я говорю у нас серёж тоже не любит он под солнцем лежать что-то там лежать на пляже он не любит и покупаться негде вот поэтому мы никуда не поехали и но главная причина про то что раньше мы ездили везде и мы там в лондоне когда жили мы там все облазили мы там несколько раз за лето ездили на побережье там тоже там были приливы или нет как же город там называется south on the sea туда ездили на брайтон ездили куда мы еще вот мы в корнволл только не были в корнволл мне хочется когда-нибудь съездить мне все хочется не 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 на берег ехать а у меня вообще такая задумка и надо как-то ее это задумать мне хочется по кругу остров объехать наш такое путешествие совершить ну это тоже надо на это отпуск брать машину готовить машина у нас старые надо их ну то есть это не просто так такую длинную дорогу поймите но можно в принципе при желании можно взять в рент машину да и вот 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 у меня такая мечта есть но это все должна сделать я потому что сережа у меня там лучше садочки цветочки вот дома лежать любит свободное от сада время все поэтому вот так вот ну 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 как то так вот таким так я делаю себе овощи капусту в духовке это делаю значит там я беру садила немножко можно приправа какие-нибудь такая вот искусство приправа ну по желанию и вот у меня девочки спросили про масло потому что я говорю оливковое самое полезное каждому слову я уже говорила что я поддерживаю из берга не говорю как говорит он не его питание подошло очень подходит и поэтому как он считает как я мне мне нравится что что он говорит и я думаю что это правильно так полила немножко соевым соусом и жарю я и на оливковом масле жарю я на вот таком масле масло гель и еще у меня так у меня закончилась сегодня забыла купить гусиный жир утиный жир у нас подают вот на таких маслах я жарю оливковое масло да я только в салаты его или тепловой обработки его не подвергаю вот так вот я обмазываю если рыбу можно делать таким образом сверху и в духовку самые вкусные овощи получаются именно таким образом для меня овощи я очень люблю вообще без овощей не представляет можно выжить говорить для меня просто тарелка пустая если нет овощей зелени салата уже все прям на глаза режет и мне надо обязательно что-нибудь такое овощное вот с каждой духовку на верхней гре и градусов на 210 минут на 15 и минут на 15 потом посмотрим может 20 может может хватит вот поэтому я жарю таким образом что еще девочки чем занимаетесь расскажите вы мне что вы такое делаете сейчас лето огороды до всех как вы относитесь к этому к огородам сегодня я ездила в магазин купила кокосовое масло зашла в магазин в общем у нас на втором этаже теско здание шопинг-центра второй этаж и очередь была на два километра просто такая какая-то я поднялась пошла в другой магазин там покупаю кокосовое масло и что-то еще там взяла вот и выхожу думаю может пройдет очередь нет такая же длинная спустилась вниз там сейвер магазин там что-то купила 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 блеск для губ купила постояла походила по посмотрела в общем нет время потом поехала уже это был первый этаж я на парковку пошла думаю сумку отвезу уже опять я хочу с какой-то другой супермаркет не хочется сумку поставила пошла назад посмотрю захожу нет никого вся очередь уже пустили все и новая не подошла вот волнами вот так вот я встала и прям сразу прошла и без проблем и все выхожу опять очень ну вот сказали на 3 на 3 недели еще карантин продлят но нам сказали в понедельник мне сказали выходить на работу уже не знаю уже но менеджер сказал вроде что начинаем открываться постепенно сначала нас открывается наше здание первое главное главное я в главном корпусе работаю вот а потом постепенно остальные корпусов много и постепенно будут открывать ну вот посмотрим понедельник поеду как будем работать или одним днем нас вызвали но по стране вот сказали на 3 недели еще продлевать changing коротко bars tele you shareワ это мы ведь выпадавшие будем сотрудничать продлевать потому что вчера с Olmarolwosip избежатьости soddais если приблизительно вот это происходит не среди не сравнивается вот apρ 컓�收 Thousands на мошке расскажу а я хочу founding нас hears новости Moskov А в России сказали, что уже изобрели лекарства, уже сравнялась с смертностью. Ну, в общем, цифры сравнялись, и, ну, это хорошо. То есть уже будет, как бы, на спад. Все, и здорово, классно. Здесь пока так вот так. Все, прозвучал звоночек в духовке у меня. 15 минут. Все, готово. Немножечко еще проверю. Брокколи быстрее готовится, цветная капуста дольше. Вот были такие жесткие эти. Ну, большая, крупная. Немножко еще жестковатые. Ну, в принципе, я не очень люблю совсем мягкие, когда они лучше жевать. Ммм, нормально. Чуть-чуть. Не совсем мягкие. Вот это для меня самая лучшая еда. Я могу есть это, но не только брокколи и цветную капуста. Там и кабачок можно, и баклажаны туда можно. Все овощи. Фенхель хорошо получается. Спаржа. Перец сладкий. В общем, все туда замесишь. И можно есть вообще, не отрываясь. Я съедаю это вообще. Это для меня вот это вот. Торце расплюнуть. Если даже я поем только это, ну, больше ничего. Я наедаюсь вот так. Сейчас. Ммм, вкуснятина. Все отключать буду есть. Всем приятного аппетита, кто ест в это же время, что и я. Субтитры сделал DimaTorzok